Это еще деревянное здание. Это вот где мы сейчас находимся, да, школа? Вот это да. Из телекатного предпочтения. Да, вот это да. У Чистцовской школы богатая история. Она самая крупная в составе образовательного комплекса и состоит из семи зданий, включающих в себя дошкольные и школьные отделения. На данный момент в ней обучаются 395 детей в одну смену. Глава муниципалитета Андрей Иванов посетил учебное учреждение и обсудил перспективы создания профессионального образования. На рельсе двигатель поднимали в разборе, не смотрели, не изучали полностью двигатель. То есть автодело два года изучалось, 10-11 классов. Ну, раньше, 8-9, 10-й. После основных занятий. Да, да. Это же по желанию, да, по выбору? По желанию, да. Автодело до 2002 года было успешным направлением в школе и пользовалось популярностью среди учащихся. Ребята не только осваивали профессию водителя, но и могли получить права в госавтоинспекции. Для возобновления профессионального образования на территории школы необходимо будет восстановить инфраструктуру и оформить документацию. Сейчас идет подготовительная работа, связанная с получением лицензии, санитарных паспортов. Внесены уже изменения в устав, поэтому работа по подготовке к профессиональному обучению идет. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.